Мы продолжаем на связи со студией Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса вооруженных сил Украины. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем с хороших новостей. В СУ сегодня в полдень сбили три истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении. Напомню, кстати, что именно там, на южном направлении, враг активно запускает планирующие бомбы Кабы. Мы много говорили в наших эфирах, что же делать с этими бомбардировщиками. Неужели нужно ждать, пока появится все-таки F-16, но видим, что какое-то решение все-таки нашли? Судя по всему, да. Пока официальной информации о том, как именно они были уничтожены, нет. Эти российские самолеты, они старались не залетать в зону поражения наших средств противовоздушной обороны, поэтому использовались Кабы, чтобы можно было бросать эти бомбы с такого расстояния, которое долетает, к сожалению, до наших позиций, но самолеты находятся вне зоны поражения средств противовоздушной обороны. Ну, тут одно из двух. Или улучшилась и немного изменилась наша система противовоздушной обороны наземная, или все-таки мы каким-то образом смогли приспособиться для воздушных атак с наших самолетов по российским бомбардировщикам. Будет официальная информация, тогда можно будет уже четко понять, что именно там произошло и как нам это удалось сделать. Ну и помним, что над морем совсем недавно тоже сбили бомбардировщик российский. Тогда вот мы все говорили, что теперь наконец-то крейсер Москва стал авианесущим крейсером. Ну а в фабриках люди в комментариях пишут, знаете, достаточно кратко и много пишут, земля им стекловатой. Так, да. Ну, вы знаете, можно много размышлять о том, как можно сбивать над морем самолеты противника. Возможно, есть какие-то комплексы, которые находятся на небольших катерах. Но это можно допускать, предполагать. Поэтому, вы знаете, вот очень интересно, что наши официальные сообщения с Генерального штаба, они ни одного раза еще за все почти два года войны не было случая, когда потом эти официальные сообщения как-то исправлялись или уточнялись, или просто отменялись. Другие издания, которые мы очень любим, там, Дипстейт, ну, все, британская разведка, у них нет возможности за информацию, поэтому мы не можем предполагать. У нас ни разу не было случая, чтобы сообщения, которые передают Генеральный штаб, как-то не оправдовывались или, ну, как-то были потом изменены. Значит, это, кстати, объясняет то, почему такие сообщения появляются иногда, но с некоторым запозданием. На следующий день, даже через день, просто информация, которая подается, она многократно проверяется, и когда она уже точно соответствует тем фактам, которые происходили, она подается, и ей можно, скажем так, доверять. Ну, вы знаете, все-таки потеря, тогда, вот я помню, говорили, насколько болезненно для России была потеря этого одному бомбардировщика, сейчас вот буквально три одновременно, это такая хорошая пощечина. Да, это, видимо, была эскадрилья, которая выполняла какое-то боевое задание, и, ну, это серьезно, то есть это, тут даже дело не в количестве. У россиян еще достаточно самолетов, которые они могут использовать. В принципе, это нельзя сказать, что мы там как-то очень сильно сделали более слабой ихнюю авиацию, но это такой прецедент, и теперь они будут задумываться, как это... Возможно, они будут с этими КАБами прилетать достаточно близко для того, чтобы бомбить украинские населенные пункты? Прилетать они не будут, только те, они не понимают, каким образом эти самолеты были уничтожены. То есть, куда теперь прилетать, куда не прилетать. То есть, ну, это хорошая информация, давайте. Вот очень хочется подсказать официальное сообщение, чтобы можно было тогда понять, хотя бы просто, чтобы сказали, это было сбито там средствами противовоздушной обороны наземными, или там воздушными, что это было, ракета воздух-воздух или земля-воздух. И тогда уже можно, в принципе, какие-то делать предположения. Пока, ну, вот, пока давайте подожди. Сейчас все много говорят о дронах. Президент Украины на пресс-конференции даже говорил о них, я процитирую, будут получать наши бригады отечественные дроны. По производству миллион дронов в следующем году мы произведем. Вот, тем временем, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, Александр Камышин, отчитался, что уже в декабре мы произведем более 50 тысяч FPV-дронов. Ну, вот, простая математика, умножаем 12 месяцев, получаем 600 тысяч дронов. Чтобы выполнить поручение президента, нужно, ну, почти в два раза увеличить производственные мощности. Насколько это реально будет сделать, как вы считаете? Ну, если президент имел в виду только FPV-дроны, то, да, да, тогда действительно можно говорить о том, что надо увеличить почти в два раза количество. Ну, это, в принципе, это возможно. Потому что они только стали, скажем так, в серию, только началось массовое производство. Дальше можно технологически улучшать и стараться, чтобы, ну, сделать вдор, в принципе, это возможно. Если президент имел в виду всех дронов, которые мы производим, то это же не только FPV-дроны. FPV-дрон – это дрон, который, ну, не очень дальнобойный, скажем так, потому что он управляется, вот, как раз мы видим на картинке, управляется оператором. То есть должен быть с ним, ну, контакт прямой видимости. Прямой видимости для электромагнитных волн. Не обязательно визуально. Это определенное расстояние, которое можно там посчитать в зависимости от той высоты, на которой он находится. Ну, там простые формулы, даже могу вам сказать, ее очень просто. Там надо взять 3,8, умножить на корень квадратный из высоты в метрах этого аппарата летательного, и тогда можно будет почитать зону видимости. То есть с какого расстояния начинается слепая зона. Кто хочет, например, почитать, сколько это получается. А если говорить про другие дроны, дроны, которые гамикадзе, которые дальнобойные, их обещали нам изготовлять не меньше тысячи в год. Если говорить о дронах-разведчиках, о дронах многоразового использования, то, в принципе, уже можно сказать, что миллион, то есть это примерно 80 тысяч в месяц. Ну, позвольте, я процитирую, да, вот тот же министр заявил о том, что кроме одного миллиона FPV-дронов также будут готовы к бою более 10 тысяч ударных дронов средней дальности полета и более тысячи беспилотников с дальностью от тысячи километров. Вот скажите, по этим цифрам, что вы думаете? Да, я просто, это вы уточнили, потому что было не совсем понятно, к ты миллионы FPV-дронов или с миллионов всего. Кроме миллиона FPV-дронов. А кроме того, ну, это да, 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 топ-топ, ну, в принципе, опять же, это надо производить. Сейчас мы производим уже в декабре 50 тысяч, это 600, если мы будем производить 80 тысяч, то это, соответственно, ну, почти миллион без 40 тысяч. То есть, ну, давайте так, производить 83 тысячи в месяц, да, получается, как раз цифра на миллион. Ну, то есть, в принципе, ну, знаете, поднять производство с 50 тысяч, поднять с 5 тысяч до, там, 50 тысяч, вот это сложно. А с 50 поднять до 85 тысяч, ну, в принципе, это вполне возможно. Тем более, мы говорим за весь год, за 24-й год, это значит, что, ну, может быть, в январе месяце и в феврале еще будет пока по количеству где-то 50 тысяч, то дальше, я думаю, перекроем. Короче, это, ну, знаете, это не какие-то цифры, которые кажутся фантастическими, это вполне нормально. С другой стороны, хватит ли нам такого количества дронов для того, чтобы перекрыть все необходимые, ну, все, что нам необходимо делать этими дронами, чтобы это был паритет хотя бы с российскими дронами, которые тоже масса их производит. Вот это вопрос серьезный. Но я думаю, что, может быть, на миллионе нет смысла останавливаться, хотя бы полтора миллиона. Ну, знаете, давайте учтем, что еще есть волонтеры и люди, которые производят дроны. Наверняка министр не учитывал это количество. Только вчера у нас был в эфире сюжет про буквально школьника, который самостоятельно изучает видео, покупает компоненты, там, донатит этому парню. И он, насколько я помню, за месяц только один мальчик собрал 11 дронов, которые отправил на фронт, и которые уже поражали технику и личный состав врага. То есть, если к этому действительно еще прибавить все волонтерское движение, прибавить тех вот ребят, даже школьников, которые это делают. Вы знаете, давайте будем откровенными. Вот такие дроны, они... Ну, просто вот такие дроны, это не высокотехнологичное производство, чтобы их изготовлять. Ну, мы же знаем эти игрушки, радиоуправляемые машинки, радиоуправляемые какие-то вертолетики, которые можно купить в обычном магазине. И если его немного усовершенствуют, то, в принципе, даже школьники могут... Ну, в принципе, можно собрать, даже покупая в обычных магазинах, какие-то вот такие, ну, скажем, китайские даже игрушки, то их можно им переделать. По большому счету, если школьник может собрать 11 дронов, то волонтеры, люди, ну, скажем, больше взрослые и с большим опытом инженеры, они могут достаточно быстро и в серьезном количестве собрать эти дроны. В принципе, это оружие, оно не заменяет артиллерию, начинаются разговоры, может быть, дроны заменят артиллерию или заменят авиацию, но не заменят, это другой сегмент совершенно вооружения. Но, тем не менее, смотрите, не секрет, да, что сейчас вот на фронте все-таки у нас наблюдается недостаток снарядов. И заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в интервью BBC заявил, что Украина наращивает производство дронов, чтобы хотя бы, ну, я так понимаю, вот частично в это время компенсировать нехватку снарядов. Насколько, по-вашему, вот такая временная замена может быть хоть как-то равноценна? И, ну, поможет ли вот продержать врага как минимум в напряжении до вот новых больших поставок снарядов? Ну, давайте, давайте в цифрах, если мы говорим про, ну, например, полтора миллиона, вот почему такая цифра, это как раз столько производит промышленность Российской Федерации снарядов. Вот они производят полтора миллиона снарядов, поэтому им это не хватает, естественно, они докупают в Северной Корее, ну и так далее. Это дает возможность сделать 4100, приблизительно, 4100 выстрелов ежедневно. Но производить полтора миллиона дронов, дронов Камикадзе, чтобы можно было делать 4000 ударов не артиллерии, а дронами, то, в принципе, они же достаточно эффективны. Они не менее эффективны, чем артиллерия. Ну, летающий снаряд с крыльями управляемый. Да, летающий управляющий снаряд, управляемый снаряд. Единственное, что снаряд, он немножко, там, больше заряды, там, больше разрушительной силы, еще-таки кинетическая энергия его полета. Ну, и дрон все-таки поменьше может принести вред. Он не может пробить какие-то укрепленные позиции, но по... Но бронетехнику пробивают, как мы видим по видео. То есть, видимо, аккумулятивной строи достаточно для того, чтобы прошить броню танка. Да, бронетехника, легко бронированные машины, блиндажи, артиллерийские системы врага, небольшое скупчение... Ну, да, простите, переходы, перехожу все... Да, пехоты, то, в принципе, это, ну, заменить нет, но существенно помочь, ну, знаете, по большому счету, какая разница, каким образом уничтожать врага. Это может быть артиллерия, авиация, эпиведроны, но имеется в виду атаки с воздуха или артиллерийские атаки. Если это эффективно, то, ну, как бы, наоборот, почему нет? Давайте. За весь период силам противовоздушной обороны удалось уничтожить более тысячи ракет и почти три тысячи вражеских беспилотников типа «Шахета». Всего по Украине было выпущено 7400 ракет. Об этом сообщил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Как вы оцениваете вот эти цифры и вот эту пропорцию? Ну, это Юрий Игнат говорил про все ракеты, в том числе, я так понимаю, это были ракеты не класса, ну, не дальнобойные ракеты, но мы их называем дальнобойные, это ракеты по классификации международной ракеты маленькой средней дальности, это не Крылат-ракета, не Х-101, не Х-555, не Эскандеры, не Калибр, не Кинжалы, не Ониксы, не все остальное, это в том числе, видимо, и ракеты, которые использовались в комплексе С-300, и были переделаны зенитные ракеты на баллистические, ну, и комплексы С-400. То есть, это достаточно большое количество ракет, но, к сожалению, у россиян дальнобойных, ну, которых мы называем дальнобойные ракеты, достаточное количество порядка оценивают, что где-то 850, но это не только на нашей границе, ну, на линии фронта, это по всей территории России, там, на Дальнем Востоке тоже, ну, считаются все ракеты. Ну, с одной стороны, вроде бы, достаточно много, а если посмотреть на то, что у них было на начало, полномасштабное вторжение, то только эскандеров баллистические у них было 900, ну, то есть, одного класса ракет было 900, сейчас всех классов ракет по всей России 850, то есть меньше. Ракеты от комплексов С-300 и С-400, ну, у них, к сожалению, их достаточное количество, но исчисляется тысячами. Ну, это ракеты, которые, ну, во-первых, они невысокоточные, потому что они, ну, по сути, не управляются так, как управляются кроватые или баллистические ракеты, и они не такие дальнобойные, но они могут долетать, ну, С-400, да, там неприятный один, 9Н, по-моему, 68, но сам это... Далеко летят они просто, да, они тяжело перехватить. Да, они даже с 300 метров летят, дальше не летают, а 200-300, они летают там 200 километров, то есть при фронтовой и приграничной области они могут быть атакованы этими ракетами, а уже вглубь страны, ну, они не долетают. Поэтому опасность есть. Но давайте все-таки, давайте как-то на позитиве, потому что у них ракет больше не стало, у них ракет стало меньше, и качественно они не изменились. А комплексов ПВО у нас стало больше, и будет еще больше. Так, поэтому, вот, поэтому, если так просто взвесить, то получается, что вреда они могут нанести нам меньше, чем, например, прошлой зимой. Ну, просто математически так получается. Поэтому, ну, да, они будут атаковать, что-то будет прорваться. Нет в мире систем противовоздушной обороны, которая может прихватить все, чем враг планирует атаковать. Если бы такие системы были, то, я думаю, просто перестали бы производить средства нападения ракетные, потому что, ну, зачем их производить, если все может быть уничтожено. Что-то может прорваться. Вот как в Киеве ночью, обломки или сам шахет, пока такая информация какая-то расплощитая, один пролетел. Ну, к сожалению. Поэтому готовиться, игнорируя тревоги не надо. Но, с одной стороны, плохая сторона, плохая новость, а хорошее то, что мы сбиваем больше, чем сбивали в прошлом году. У нас лучшая система противовоздушной обороны, и вреда прорываться будут единицы, скажем так. Но это не означает, что это не надо игнорировать. Хотя бы вариант двух стен, если вы не успеваете дойти до бумаги, хотя бы две стены. Журналист Financial Times Саймон Купер спрогнозировал, что произойдет с миром в случае победы Путина в войне против Украины. Там несколько пунктов. Среди них россияне. Да, россияне будут уничтожать украинцев. Он даже упомянул, вот составленная Россией, мы помним, до вторжения списки украинских и общественных деятелей, и людей, подлежащих уничтожению. При этом миллионы украинцев дальше пойдут на Запад. Будут просто спасаться от этой путинской орды. В случае победы Путин будет контролировать около четверти мирового экспорта пшеницы. Также успех Путина воодушевит страны, заинтересованные во вторжении в соседние государства, такие как, например, Китай, Венесуэлу. А НАТО будет дискредитировано этой всероссийской агрессией. Как вы считаете, прислушается ли к этому автору и к тому, что говорит уже долгое время наш президент, о том, что говорит военно-политическое руководство, о том, что говорит военно-политическое руководство стран, которые граничат с Россией, прислушаются ли к этому? Должны прислушаться. И люди, которые сейчас отвечают, например, за то, что проголосовать, чтобы Украине дали, наконец-то, помощь, чтобы на фронте не остановилось сопротивление. Хотелось бы, чтобы прислушались. Там был еще один пункт, который, мне кажется, вот он мог бы повлиять особенно. Не знаю, почему вы его пропустили. Там мы же не сдадимся все равно, даже если они смогут. Мы будем... Это будет партизанская война, про которую уже много разговоров велось. А партизанская война, естественно, будет в том числе с территории смежных стран с нами. Мы там будем формировать, скорее всего, отряды, ну или наши беженцы там будут формировать отряды. Нравится такому-то или нет, из тех территорий будем проводить партизанские рейды, уничтожая врага. Это означает, что те страны, территории которых будут в том числе, территории которых будут в том числе в нашем партизанском движении, могут быть в опасности от удара россиян, которые будут намагаться, хотеть уничтожить наши партизанские движения. Они будут атаковать те территории, те страны, те базы, где будут находиться наши партизанские отряды, в том числе проводить ротации, скажем так, или готовиться. И вы знаете, тут, я не думаю, что нам кто-то сможет это... Мы не будем ни с кем договариваться. Если такая ситуация, мы будем это делать, потому что это нужно нам. Нравится такому-то или не нравится, но, извините, я имею в виду даже наших партнеров. И поэтому опасность, экскалация, скажем так, ну не экскалация, а расширение это военных действий уже на территорию страны и восточной Европы, но она не уменьшится, она возрастет. И вот, кстати, еще один пункт, о котором тоже важно сказать, это то, что если Путин нападет на страны Балтии, в дальнейшем, а это реально, то НАТО, вероятно, придется отправлять войска, говорится также в этой статье. Но вот после сотен смертей европейских солдат уже политики будут дальше требовать мира, что будет означать заключение, как он пишет, невыполнимых договоров с Путиным, пишет автор. И это достаточно реальный сценарий. Да, они будут играть право. Ну, это популисты, это право, знаете, правое движение, там левое, право. В правых силах ничего плохого нет. Это консервативные силы, просто так, как они себя проявляют, кстати, какие в левых тоже, если они не переходят какие-то границы разумного, то, да, пятую статью придется выполнять. Хотя там написано, там очень хитро, ну, не хитро, а аккуратно прописано, что страны, члены Альянса, когда напали на одну страну, они могут применить войска для того, чтобы защитить страну от агрессии. Там написано, что они обязаны применить. Они могут. В связи с этим очень интересный вопрос. Сколько, чего и как Россия успеет захватить до того, как они вот принимут решение, да, вот такое, например. И сколько те же страны Балтии смогут продержаться? Сколько сможет продержаться Польша, даже учитывая, что она сейчас активно вооружается и понимает, что возможен вариант, когда ей придется остаться, например, с Россией сам на сам, да, пока в НАТО будут, например, принимать вопросы, принимать решения. А принимать решения могут не один день, два дня, там, неделю. Да, ну, могут все так. Высказывать глубокие обеспокоенности, да, к примеру. Я хотел рассказать, вы это сказали. Вы знаете, тут немножко с Польши, Польша немножко проще, потому что там есть войска, американские войска, это допускается по всем международным правилам, когда войска одной страны находятся на территории другой страны, которая есть в составе какого-то договора, ну, например, о коллективной безопасности, договора НАТО. Там дивизия, пехотная дивизия, первая пехотная дивизия США находится, большая красная единица, это достаточно серьезная рапировка, там порядка двух-четырех по разным оценкам тысяч, как минимум, военнослужащих, 800 единиц техники бронированной, ну, там разная техника, там точно нет информации, какая именно, в каком количестве, но атака на Польшу, они находятся, кстати, их переместили на восточную границу, эту пехотную дивизию американскую, по крайней мере, там находятся некоторые подразделения, и атака на Польшу, это будет, ну, это будет просто атака сразу на американскую армию. А в Литве, напомню, Бундесвер будет располагать тоже свои части? Да, тоже, в том числе, поэтому, они, ну, пока там кто-то будет, как говорите, выражать озабоченность, то атака будет непосредственно на вооруженные силы этих стран, не Германия, и вооруженные силы Соединенных Штатов, я думаю, там, ну, вряд ли они будут. Знаете, когда уже касается их непосредственно безопасности, и когда они как-то очень резко реагируют, вспомните, что было после 11 сентября, какая была реакция тогда Буша, Буша-младшего, никто там не разбирался, никто ничего не согласовал, все, то есть, вот когда я их зацепляю за живое, у них очень такие, сразу активные действия. жалко, что наша война так не степляет, но мы можем, мы можем. Сейчас важное объявление, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, видим, все регионы горят красным, причина – это взлет МИГ-31К, напомню, что это носители сверхзвуковых ракет. Кинжал. Хочу процитировать прямую речь президента. Сегодня был отдельный доклад ГУР. Планы врага, работа российской оборонки, есть сигналы об их замедлении. Будем этому замедлению еще помогать. Вот мы только с вами говорили о том, что они не могут выйти на производство ракет, пополнить свои арсеналы таким количеством, которое было до, полномасштабного нападения на Украину. Ну и вот сейчас наблюдается замедление их оборонки. Что значит это замедление их оборонки и насколько оно может повлиять на производство тех же ракет, например? Вы знаете, они, конечно, россияне, но вот они идут по уровню. То есть они, вот какие-то неудачи, они преподносят как удача. Они сообщили пафосно, что в следующем году Россия может изготавливать разные ракеты, про которые мы говорили, дальнобойные вот эти, крылатые баллистические ракеты, «Скандеры», порядка 680, 5 за год. Ну, если бы, по-моему, они не обнешиваются в цифре. То есть немножко больше 50 в месяц. До этого они несколько раз выходили на уровень 100 ракет в месяц. То есть они там как-то напрягались особо сильно в три смены, в четыре смены, не знаю, вот у них это получалось, они находили комплектующие. Теперь, по большому счету, они на порядка 30, где-то на 30 процентов они снижают возможности, те максимальные пиковые возможности, которые у них были в этом году. и преподносят, то есть снижают на 30 процентов приблизительно. И подается это как победа, что вот мы, и называются, главная цифра, и бряк, мы такие, ох, 685, это меньше на 30 процентов, чем вы делаете сегодня. но они, и России нам нравятся, они вот, хотя бы, ну, я не знаю, они хоть что-то какие-то с литературой как-то работают, они какие-то источники, смотрят на информацию, ну, сказали столько, да, неужели не хватает у них мужества открыть информацию и посмотреть, а сколько было до этого. Но сейчас стало столько, так это больше или меньше? Оказывается, меньше, но Орлов все считали. если сказать больше, то все поверят в Россию. Да, сказали, то есть мы стали выпускать ракет меньше, чем выпускали, поэтому это победа. Давайте все поблагодарим нашего там президента и наше там правительство в том, что они достигли, достигли, достигли таких успехов. Ну, точно, это реально, это они по книжке живут. Ну, кстати, о деньгах и об оружии. США и есть, сейчас ищут способы передать Украине замороженные активы Российской Федерации, и речь идет, как я помню, минимум там 300 или 320 миллиардов было долларов, эта сумма. Если это реально произойдет, как вы считаете, что можно купить на эти деньги? Хватит ли этих средств для того, чтобы закончить войну победой? Хватит. Все можно купить. Знаете, есть, дело в том, что то оружие, которое нам не продается, не передается, мы так как-то думаем, что просто нет этого оружия, что вот было бы, передали бы, да ничего подало, но, к сожалению, очень много оружия продается на рынке вооружения мировом, продолжает продаваться, и, в принципе, многие страны выставляют определенные лоты, которые, ну, они могли бы передать, ну, даже не будем брать, там, европейские страны, ну, хотя и европейские, в том числе, и Соединенные Штаты, но они не передают, они их продают, ну, так у них построена система, ну, что поделаешь, давайте тут это, не будем критиковать, это отдельно. Но это большой бизнес, оружейный в мире, он всегда был, есть и будет. Украина также продавала оружие, тут войны достаточно много оружия продавала. После войны, когда мы, даст Бог, победим, я думаю, наше оружие, или то оружие, которое было в Украине, и себя зарекомендовало, будет бешеным спросом пользоваться, и, по большому счету, мы делаем умопомощительность, не знаю даже, какое слово, подобрать рекламу некоторым вооружениям, ну, в комплексу патриот, например, россияне же рассказывали, что он не может прихватить, их ракеты, может прихватить. И я думаю, что такое и другое оружие, оно будет очень востребовано на рынке вооружения, и наше оружие, особенно наше БПЛА, ну, это уже отдельный разговор. А что мы могли бы купить, да я, ну, слушайте, ну, вот, самолеты могли бы купить, оружие могли бы купить, зенитно-ракетные комплексы могли бы купить. Ну, давайте у нас, мы говорим, два, может, три, ну, понятно, один в один. Тома войны, сколько у нас комплексов патриот, ну, я думаю, что, ну, четыре может быть, ну, ну, точно, что не больше. В Тайване пятьдесят. Ну, подождите, как так? В Тайване сейчас передают шестьдесят четыре и в шестнадцатых. И никто не говорит о том, что китайские пилоты должны учиться по полгода или там по полтора года, для того, чтобы просто покупать и передают шестьдесят четыре. Мы про двадцать, тридцать, полтора года никак не можем, я не думаю, что Тайвань их покупает. Ну, хотя кто знает. Алексей, будем надеяться, что в следующем году все изменится, поскольку очень много, вот действительно очень много знаков того, что на Западе наконец-то понимают, понимают всю эту угрозу, которая идет на них с Востока и которую держит Украина. Спасибо вам большое за вашу экспертную оценку, за интересный разговор. Алексей Гетьман, военный эксперт, майор запаса ВСУ, был в нашем эфире. Благодарю, что нашли время и вышли с нами на связь.